В Курске впервые прошли соревнования на звание «Лучшее звено аварийной разведки» и «Спасение пожарных». Они посвящены памяти спасателей, погибших при исполнении профессионального долга. В горящем здании спасатели обнаружили пострадавшего, который не может передвигаться. Спасатели обвязывают его веревкой и спускают вниз с третьего этажа. В это время двое пожарных оказались заблокированы в офисном помещении. Коллеги спешат на выручку. По легенде, работают в условиях полного задымления и нулевой видимости. В здание заходят с дыхательной маской и баллоном со сжатым воздухом. Дополнительный комплект берут для пострадавшего. Это очень сильно актуально, так как у нас отделочные работы, постройки ведутся с химических материалов. И при этом возрастает скорость распространения горения, большая задымленность и большая температура. Планировка здания участникам соревнований неизвестна. Весь маршрут они проходят ползком, чтобы избежать перегрева из-за высокой температуры и обнаружить людей. Даже на небольшом участке найти человека непросто. Сложно было? Ну, не из легких, конечно. Но ничего, на пожарах бывает и посложнее. А что было сложно? Ну, сложно, то есть это не видно ничего вообще. Но благодаря ориентирам, благодаря нашему командиру звена. Мы сейчас работаем немножко, видите? Один из участников команды выбрался сам, услышав хлопки и крики. Редкий случай, когда пожарный оказывается в роли пострадавшего. Но современные торговые центры при пожаре могут стать ловушками для любого. В том числе для самих спасателей. Поэтому они отрабатывают специальные навыки. Зачастую этот человек, помимо своего веса, имеет еще вес экипировки, дыхательного аппарата. То есть одно дело вытащить человека весом 70 килограмм, другое дело вытащить человека весом 110 килограмм. То есть, и плюс вы должны понимать, если пожарный зашел в здание и у него там случилась аварийная ситуация, то это уже условия суперсложные. В Курске соревнования проводятся впервые. В перспективе к ним планируют подключать и другие пожарные гарнизоны области. Карина Мацких, Юрий Самофалов, Вести, Курск.